Так уж повелось, что в последнюю неделю марта, в дни весенних школьных каникул, по всей России отмечается праздник детской книги. А замечательный детский писатель Лев Кассиль даже придумал ему название – «Книжкины именины». Самая первая неделя детской книги прошла в Москве в марте 1944 года. И хотя в тот год шла Великая Отечественная война, взрослые сумели устроить детям прекрасный, добрый праздник. С тех пор неделя детской книги стала традиционной. А с 1967 года, 2 апреля, в день рождения великого датского сказочника Ганса Христиана Андерсена, стал отмечаться Международный день детской книги. В честь этого праздника и была организована встреча с героями детских сказок в Центральной детской библиотеке нашего города. Проводим мы его ежегодно. В общем-то, наверное, сколько существует библиотека, нам уже 56 лет нашей библиотеке. Уже ни одно поколение библиотекарей сменилось, а этот праздник, он всегда проводится. Здесь в библиотеке мы проводим, они у нас не выходные, не выездные мероприятия для разных групп и категорий читателей. В этот раз мы пригласили дошколят из соседнего детского сада. Стараемся проводить мероприятия игровые, поскольку в настоящий момент слишком много информации дети получают. Но основная задача детской библиотеки все равно пропаганда книги. Это основная наша задача. На этот раз работники библиотеки Неволина Ирина Леонидовна и Громова Юлия Юрьевна подготовили для своих маленьких посетителей необычный разговор, а увлекательное путешествие по страницам детских книг в «Читай город», в деревню Сказкино. А как известно, в путешествиях всегда случается что-то необычное и интересное. Ребятишек ожидало множество различных испытаний и сюрпризов. Сказочный аукцион, чудо-дерево, волшебный горшочек со сладостями, почтальон Печкин с поздравительными телеграммами, игры, загадки, стихи. Но главным сюрпризом оказался неожиданный гость, уже успевший полюбиться углической детворе, очаровательный шалун Левушка, который принес на праздник мешок со скороговорками и устроил зажигательные состязания. Игровые мероприятия, они как-то более удачно проходят, потому что дети непосредственно участие принимают. Вообще, библиотека наша детская, она основное направление в своей работе выбрала, работу с художественной литературой. Потому что самое, что ни на есть, лучшее нравственное качество, патриотическое качество, все заложено это в книге. Поэтому мы работаем с художественной литературой. У нас несколько направлений. У нас есть цикл писателей детям, у нас есть цикл поэты детям, и у нас есть цикл программы целого возвращения к классике. Вот по этим направлениям мы работаем. Проведение подобных мероприятий и выставок в этой библиотеке явление нередкое. Уже в апреле планируется презентация новых книг. В пользу из случая мне, конечно, очень хочется выразить славу благодарности администрации нашего города, лично Леониду Михайловну Шереметьеву, Шереметьеву, директору нашей ЦВС Капитолине Васильевне Кузнецовой, за то, что все-таки в такое трудное время сумели изыскать возможности и выделили нам деньги на пополнение книжного фонда. Потому что на протяжении последних многих лет уже фонд практически не комплектовался. Финансовые проблемы, как и у всех у нас. И вот сейчас мы этим новым книгам, наверное, и дети, конечно, наши будут рады, и сотрудники также. Поэтому мы очень благодарны, что в такое время все-таки на нас обращают внимание, и наша власть стоит к нам лицом. Продолжение следует...